Приветствую всех начинающих разработчиков в Unity. Мы с вами научились устанавливать Unity, но не коснулись одного достаточно важного вопроса, связанного с лицензированием. Когда у нас уже был установлен Unity в какой-либо версии, то то, что мы сейчас рассматриваем, делать не обязательно, но лучше сделать. И указать, какую мы будем использовать лицензию, и, как говорится, залогиниться, авторизоваться. Но сейчас все по порядку. Ну а те, кто впервые установил Unity, нам надо будет еще на сайте создать свою учетную запись. И с помощью этой учетной записи мы можем задать необходимый тип лицензирования. Мы начнем с создания учетной записи на сайте, для того, чтобы это было интересно начинающим. Ну а если у кого-то уже на сайте Unity учетная запись есть, но возник вопрос о лицензировании, то можете немного пролистать видео дальше. Дальше будем рассматривать, как в Unity Hub все необходимые выполнить действия. Итак, сейчас зайдем на сайт. И на сайте, на главной странице Unity, кто еще не знает, как зайти на страницу Unity, напомню, что есть адрес сайта unity.com. И на главной странице у нас есть иконка аватарка такая, на которой мы можем нажать и либо залогиниться, если у нас уже есть учетная запись, либо создать новую. Я сейчас создам новую для того, чтобы, еще раз повторю, это было полезно новичкам. Итак, нажимаем Create Unity ID и здесь нам достаточно ввести несколько важных для начала параметров, а именно ввести свой e-mail, придумать для него пароль, свое пользовательское имя и фамилию, подтвердить, что мы не роботы и еще согласиться с теми соглашениями, правилами использования Unity, которые мы можем прочесть, если кликнем мышкой по вот этим ссылкой. Для надежности нажимаем правую кнопку мыши, открываем новой вкладки и внимательно читаем. Но сейчас мы не будем это делать, потому что, в принципе, это достаточно стандартные вещи, но кому интересно и важно, можно это прочесть. Более того, можно еще лучше понять, для кого этот пакет и с какими правилами мы имеем право его использовать. Итак, я ввожу свой e-mail. Пишу пароль. Можно придумать свой пароль и здесь указано, что у нас должно быть минимум 8 символов, максимум 72 и желательно, чтобы один из символов, как минимум, был заглавной буквой, хотя бы один маленькой буквы и хотя бы одна буква. То есть, для того, чтобы пароль был надежным, это такие рекомендации, которые, в принципе, можно игнорировать, но если вы не хотите, чтобы кто-то использовал ваш логин, вашу учетную запись на сайте, то, конечно же, лучше сделать, учесть все эти правила. Итак, я придумаю сейчас пароль. И вы его не увидите, увидите только точки, как, собственно, и везде. Дальше я пишу свое имя. И здесь указывается, что это имя пользователя, которое будет использоваться в комьюнити профиле. То есть, мы можем потом где-то на форумах его использовать и прочее. И в таких системах очень важно, чтобы было имя уникальным, поэтому я ввожу имя до тех пор, пока не получится так, что оно уникально, пока мне предлагают ввести что-то новое. Вот я добавила еще один символ, такого логина нет. Я могу его использовать, отлично. Ну и здесь я могу ввести еще свое фулнэйм, но я пока просто введу аббревиатуру. Я соглашаюсь со всеми предложенными мне соглашениями, указываю, что я не робот и нажимаю на кнопку Create Unity ID. Все, мне выдается сообщение о том, что мне необходимо подтвердить свой e-mail, либо я могу заново отправить e-mail, но мне уже пришло какое-то сообщение и мне нужно войти в свой почтовый ящик, подтвердить полученный аккаунт, полученную учетную запись. Сейчас я войду в свою почту, чтобы все ее вам не показывать, я поставлю видео на паузу, а потом основные моменты покажу. Вот мне пришло письмо от Unity Technologies на подтверждение своего адреса электронной почты. Я вхожу в это письмо, мне сообщается о том, что я создала ID, благодарность, и я должна кликнуть по ссылке для того, чтобы подтвердить свой e-mail. И теперь я должна ввести свой e-mail, который я вводила при создании аккаунта, и пароль для того, чтобы войти уже, собственно, на сайт. И я могу войти на сайт под своей учетной записью. Можно, в принципе, это сейчас не делать, потому что нам необходимо это сделать на Unity Hub. Когда мы это делаем на сайте, мы флажок Rememble Me можем оставить, если это наш браузер и наш компьютер. Если мы работаем где-то в другом месте, то можно этот флажок убрать. Давайте я сейчас не буду это делать, я подтвердила свой e-mail, и мне сейчас необходимо перейти в Unity Hub и там уже выполнить необходимые действия и задать тип лицензии. Итак, у меня есть новый аккаунт, и теперь в Unity Hub мне необходимо кликнуть тоже на иконку «Аватарку» и войти под своим аккаунтом «CNN подписаться». И здесь я ввожу свой e-mail, который я задавала при регистрации, и пароль, и нажать «CNN». В принципе, можно подписаться и через аккаунт Google, и через аккаунт Facebook. Но я предпочитаю через свой e-mail и пароль создавать уникальные аккаунты. Вот, мы вошли, и у нас сразу в правом верхнем углу указана вся информация, касающаяся нашего аккаунта. Теперь нам необходимо нажать на шестеренку для того, чтобы перейти в настройки. И здесь в раздел «License Management», где мы, собственно, лицензию подтвердим. Теперь мы должны нажать на кнопку «Activate new license», «Активизировать новую лицензию» и выбрать, какая версия Unity у нас установлена – или Unity Personal, или Unity Plus, или Pro. Мы говорим о бесплатном варианте Unity Personal. И здесь есть два варианта ответа на вопрос. Если мы для учебных целей используем Unity, то мы можем выбрать второй пункт, гласящий о том, что мы не будем использовать Unity в профессиональных целях. Если мы уже начинаем разрабатывать игры и продавать их, но при этом не зарабатываем более чем 100 тысяч долларов в год, то мы выбираем первый пункт. Но, как правило, ученикам я рекомендую выбрать второй. Выбираем и нажимаем «Да». Все, теперь Unity не будет нам ничего предъявлять. Мы можем вернуться назад и работать с новыми проектами. Например, создавать новые. Напомню, что если у нас несколько установлено разных версий, в частности, у нас альфа-версия сначала была установлена, потом последняя новая версия, на момент записи уже более новая версия 2019.1.5, мы выбираем соответствующую версию, к примеру, вот такую. И создаем новый проект. Все, собственно, дальше не буду повторять. Все это знают. Кто не знает, смотрите видео по инсталляции или установке Unity на свой компьютер. Изучайте, создавайте свои проекты. Всем желаю различных успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если это видео оказалось для вас полезным. И смотрите другие уроки. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова